В этом году, понятно, это под зернохраничьем мы дополнительные ставим и строим. На базе, мы сейчас финансируем программу, запустили строительство на полтора миллиона тонн зернохранического Казахстана. Это, конечно, длительный процесс. Порядка 800 тысяч через Казахстан финансироваться будет с государством разведителей. 700 тысяч на своей базе прокопаться будет строить для хранения собственных зерна. При этом мы дополнительно дали программу, запустили урожай 2012. Обеспечили доступ мелким средним всех производителям практически без первоначального взноса получить, например, угроженную технику, комбайны «Есель», «Нева», «Вектор», «Акрос» казахстанского и российского происхождения. Они недорогие. Фирм вы можете сразу заявиться и визит получить. А собственный взнос 10% оплатить после получения урожая уже где-то там в октябре-ноябре месяце. Это очень хорошая программа и по нему сейчас очень большой спрос. Когда вот вовремя урожай убирают и есть короткие сроки, то влажный урожай у нас будет намного меньше. Если урожай он сухой, его можно хранить и на току, и в зернохранилищах, в зерноскладах и даже под открытым небом. То есть самое главное, чтобы зерно было сухое. Это главное. И естественно, там сейчас финансировать через нас идет альтернативных, те же полиэтиленовые мешки, рукава, зерна, сушилки, чтобы максимально... Продолжение следует...